Жаркая погода и обильный полив садово-огородных участков во многих муниципальных образованиях Ульяновской области привели к острому дефициту воды. Как отмечают специалисты профильного ведомства, объем потребления питьевой воды вырос в два раза. Мы рекомендовали муниципальным образованием ряд мер, и наш губернатор обратился к населению и сдал распоряжение, в котором есть исчерпывающий ряд мер, которые должны принять власти в отношении нормализации водоснабжения. Главной мерой, в первую очередь, это своевременное устранение нештатных ситуаций, связанных с порывами на сетях. Устранение этих порывов своевременное – это восстановление дебита скважин. В списке наиболее нуждающихся в воде Ульяновский, Маинский, Корсунский, Сенгелеевский районы. Но в поселке Колхозный Чердоклинского района проблема с водоснабжением стоит особенно остро. Если в обычный день осенний или весенний водоснабжение осуществляется через одну скважину острозьянскую, то сейчас четыре скважины не справляются. То есть на отдельных улицах имеются перебои с водоснабжением. В основном люди имеют возможность набрать воду только в ночное время. Поэтому здесь было также принято решение о прочистке скважин. Спасибо большое правительству Ульяновской области, что нас поддержало в этом направлении. Были выделены средства из резервного фонда. В поселке для жителей организован подвоз воды и питьевой, и технической для полива. Кроме этого, одну действующую водозаборную скважину промыли и восстановили ее дебиты, или другими словами, расход потребления. Технология кавитационного промыва позволяет в два раза увеличить объем добываемой воды из скважины. К примеру, данная скважина прежде давала 6 кубов воды. Сейчас, после восстановления, она дает 12 кубов воды. Это, конечно, почувствовали на себе и жители поселка. Хочу сказать, что мы второй день с водой у нас почистили одну из скважин. И мы прям... Я вот довольна. У меня второй день из крана течет вода. Правда. Не было воды долгое время, не было ни вечера. Ну, то есть мы вообще от засухи умирали. То, что не то, что даже в огороде полить. У нас не было в кране элементарно воды попить, в чашечку набрать. Поэтому сейчас вот... Ну, я лично довольна. В поселке предстоит восстановить еще одну, пятую скважину, которая не действовала почти 20 лет. Сейчас там ведутся работы. В районах сформированы мобильные группы, которые выявляют несанкционированные врезки в системе водоснабжения. У течки на сетях водоснабжения разработаны регламенты использования воды. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.